На площади Серышева вагоновожатая протаранила ленд-крузер Прада, водитель которого вынужден был остановиться вблизи рельсов. Столкновение произошло в утренний час пик и случилось отчасти из-за действий еще одного автомобилиста, бросившего машину посреди дороги. Шофер Кантера то ли из-за поломки, то ли оставшись без горючего, оставил грузовик на проезжей части со включенными аварийными сигналами и куда-то ушел. Он стал помехой на пути 44-летнего водителя внедорожника, выехавшего на улицу Джамбула. Хабаровчанин поднимался в сторону улицы Серышева, чтобы высадить жену и ее подругу у торгового центра «Счастье», где и работают горожанки. Мужчина увидел впереди стоящий грузовик, но не сразу заметил мигающую аварийную сигнализацию. Было похоже, что водитель Кантера остановился в ожидании зеленого света. Подъехав вплотную, автомобилист понял, что помеху придется объезжать. Он вывернул руль вправо и стал ждать, когда в потоке едущему по первому ряду появится просвет. Пятидесятилетняя вагоновожатая, заметив эту картину, остановила трамвай, опасаясь задеть внедорожник. Потом, похоже, водителю пятерки показалось, что автомобиль сейчас поедет, и она тронула вагон в подъем. «Нам надо было чуть-чуть вывернуть, потому что сзади нас подперли, и впереди грузовик стоит. Ну и все, она тут остановилась, стояла, стояла, и потом поехала просто так. Просто поехала напроломно». «То есть вы про трамвай имеете в виду?» «Брат, трамвай, да. Мы встали, минуту ей бы подождать, мы бы вырулили». В салоне внедорожника был регистратор. Водитель, уперевшись в грузовик, уже выкрутил руль и ждал удобного момента, чтобы вклиниться в поток. Запись зафиксировала, что назад Прада не откатывался. Это была ошибка 50-летней вагоновожатой. ДТП было несерьезным, но причинило много неудобств. Пропускная способность дороги сократилась в два раза. Кроме того, движение трамваев было остановлено в северном направлении почти на два часа. С места происшествия Константин Ковешников, Анастасия Манина и Андрей Алфёров.